Российско-белорусский форум уже шестой по счету. В этом году лидеры двух стран, главы субъектов и представители бизнес-сообщества собрались в Санкт-Петербурге. Такая деловая площадка, как форум, отлично подходит для формирования прямых контактов между регионами двух стран. Ведь нас связывает не только союзное государство, но и сотрудничество в различных сферах от сельского хозяйства до науки. Участников форума регионов двух государств в этом году гостеприимно принимает Таврический дворец. Его называют колыбелью российского парламентаризма. Еще в 1906 году здесь заседала Первая Государственная Дума. И уже сегодня в этих стенах продолжают обсуждать и принимать важные для страны решения. Последние два дня здесь говорят о том, как создать между Россией и Белоруссией единое культурное и гуманитарное пространство. Центральное событие форума – пленарное заседание, в котором приняли участие главы двух стран – Владимир Путин и Александр Лукашенко. С Белоруссией сотрудничает 80 регионов, среди них и Краснодарский край. Российский лидер назвал жителей республики друзьями и отметил, что такие встречи региональных властей двух стран играют важную роль в развитии надежных партнерских отношений. Между российскими и белорусскими регионами заключено более 350 соглашений, направленных на углубление кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, в строительстве, в формацевтике, в транспортной сфере. Целый ряд межрегиональных документов подписан и в рамках нынешнего форума. Рассчитываем, что их реализация будет способствовать дальнейшему укреплению российско-белорусского партнерства практически во всех ключевых направлениях. На шестом форуме регионов России и Белоруссии больше тысячи участников, представителей обеих стран, главы ключевых ведомств и министерств, руководители регионов, а также представители деловых кругов. Ведь выстраивание прямых связей между отдельными компаниями и есть одна из главных задач этой площадки. На полях форума глава Кубани Вениамин Кондратьев встретился с губернатором Минской области Анатолием Исаченко. График настолько плотный, что детали сотрудничества обсуждают буквально на ходу. В прошлом году товарооборот между Краснодарским краем и Белоруссией составил 356 миллионов долларов. Это около 3% от общего оборота региона. Более 40 компаний экспортируют свою продукцию в соседнюю республику. Можно сказать, что кубанские и белорусские товары соседствуют на одной магазинной полке. И здесь удается найти компромисс, отметил губернатор края. Рынок, он сам определяет вопрос про прозрачности и возможности. Мы сегодня максимально ту продукцию, которую производим в крае, позиционируем среди местного населения, среди жителей, которое также очень востребовано. Вот здесь не должно быть обид. Если на самом деле продукция, которая производится в нашем регионе, молочная и иная, востребована, а продукцию из Белоруссии не покупают или в меньших объемах покупают, здесь нет никакой политики. Это просто рынок, который определяет спрос. Поэтому здесь все по-честному. Мы должны просто честно сказать, что на самом деле мы затовариваем, потому что у нас качественная продукция, у них качественная продукция. Но потребитель сам, покупая, голосует за ту иную продукцию, которую он покупает, вне всякой политики. Кубань готова расширять сферы сотрудничества. Взаимовыгодным направлением является не только сельское хозяйство, но и легкая промышленность. Белоруссия славится своим текстилем и качественным сырьем. В свою очередь Краснодарский край готов наладить поставки натуральных тканей из соседней республики. Перспективы сотрудничества есть и в культурно-гуманитарном направлении. Белорусская страна заинтересована в молодежных обменах для школьников и студентов. Краснодарский край, в частности, очень хорошо сохранил систему профтехобразования. И вот вчера на совместной площадке с Белоруссией мы обсуждали тему о необходимости повышения квалификации преподавателей колледжей и профтехобразований с тем, чтобы новые современные технологии преподавали ребятам. Ну, в общем, достаточно много вот таких, скажем, точек приложения. И, что интересно, есть большое желание с тем, чтобы сотрудничать как вот российских государственных институтов, так и Белоруссией. Политическое и экономическое взаимодействие России и Белоруссии укрепляет и вне форма. Для двух стран этот год юбилейный. В декабре исполняется 20 лет со дня подписания договора о создании союзного государства. Яна Бузычкина, Денис Перец, Кубань-24, Санкт-Петербург.